Выбираете зерновой сепаратор и остановились на цилиндрическом наклонном? Тогда это видео точно для вас. Многие покупатели зерновых сепараторов часто повторяют одну и ту же ошибку. Выбирая между плоскорешетными с вращательно-поступательными движениями и цилиндрическими наклонными сепараторами, они не вникают в технические параметры этих машин. Покупатели смотрят лишь на их цену и часто выбирают цилиндрический наклонный сепаратор, который производители этих же сепараторов продают дешевле. К плюсам цилиндрического наклонного сепаратора его производители относят. Первое. Возможность использовать его как скальпилятор, так и как сепаратор. Второе. То, что он не создает динамические нагрузки на металлоконструкции, на которые он монтируется. Третье. Рабочий барабан этого сепаратора очищается в процессе его работы, потому что очистительные узлы установлены в верхней части его цилиндра и нет необходимости останавливать эту машину для ее очистки. И четвертое. При всем этом он как бы стоит дешевле плоскорешетного. Давайте разбираться, так ли это на самом деле. Дешевле ли он плоскорешетного или нет? Для этого проанализируем очень популярный и продаваемый сепаратор производительностью в 100 тонн в час. Главный показатель производительности сепаратора это полезная просеивающая площадь его сит. Рабочим органом наклонного цилиндрического сепаратора является цилиндр. Давайте посчитаем полезную просеивающую площадь этого цилиндра. То есть площадь, через которую реально гравитационно будет проходить зерно, очищаясь при этом. Ведь зерно, засыпанное в цилиндр этого сепаратора, вверх не улетит и в бока до половины этого цилиндра точно выходить не будет. Формула для расчета боковой площади цилиндра нам известна со школьных времен. Это 2πr умножить на высоту. Подставив в эту формулу данные, которые нам дают производители этих сепараторов, получаем боковую площадь цилиндра в 20,2 м2. Но если мы говорим, например, о первичной очистке кукурузы, коэффициент полезной площади цилиндра такого сепаратора, U, составляет лишь 27%. Формула расчета полезной просеивающей площади сепаратора следующая. S полезная равно S боковая полная умножить на U. Подставив в эту формулу наши данные, мы рассчитали, что она составляет всего лишь 5,5 м2. Полезная просеивающая площадь сит плоскорешетного сепаратора в этой же производительности составляет 24 м2, потому что в этом сепараторе сита работает всей поверхностью. Вывод. Прямой математической зависимости между этими показателями нет, но мощность рассматриваемого цилиндрического наклонного сепаратора в три раза ниже плоскорешетного. Его реальная производительность по кукурузе будет в районе 35 тонн в час вместо заявленных 100. Многие ученые в лабораториях их институтов и инженеры-конструкторы в лабораториях их заводов работают над усовершенствованием конструкции цилиндрических наклонных сепараторов для увеличения полезной просеивающей площади их сит, пытаясь довести ее до желаемых 50%. Для этого они, как пример, устанавливают лопасти внутрь цилиндра, которые движутся в сторону противоположную движению просеивающего барабана для распределения зернового вороха побольше его поверхности. Но эти и многие другие их старания поставленной цели пока не достигли. И вот когда вы подберете цилиндрический наклонный сепаратор с адекватной просеивающей площадью его барабана и сравните вес этого сепаратора, его габариты, электрическую мощность и его цену с аналогичными показателями плоскорешетного сепаратора, вы увидите, что эти четыре показателя будут уже минусами цилиндрического наклонного сепаратора. Скажу вам больше. Когда мне рассказывают, что в зависимости от очищаемой культуры или от поставленной задачи по очистке зерна, все секции барабанного наклонного сепаратора можно использовать как сепараторные или как скальпиляторные, или использовать какое-то нужное в это время для вас количество этих секций как сепараторные, а остальные как скальпиляторные, я попрошу вас внимательно посмотреть на конструкцию этой машины. Стрелками показаны выходы продуктов из этого сепаратора. И вы должны понять, что для того, чтобы действительно так можно было сделать, под каждым из этих выходов нужно установить как минимум по двухходовому перекидному клапану и два сборочных транспортера под сепаратором. Один для основного зерна, а другой для мелких отходов. И как вы понимаете, при такой схеме его работы поставить этот сепаратор прямо на бункере зава, как это часто любят делать фермеры, уже не получится. И плюс это действие приведет к еще большему его удорожанию. А вот с плоскорешетным сепаратором такой манипуляции делать не нужно. Конструкция этого сепаратора также не позволяет установить аспирацию выходящего с сепаратора потока зерна по причине неравномерного по толщине слоя зерна и местах его выхода. И вот теперь вы знаете о барабанном наклоне сепараторе намного больше информации и решение о его покупке можете принимать более осознанно.